Ну вот, наконец-то раздобыла двушку. Посвящена она Надежде Дуровой, Надежде Андреевне Дуровой, которая была первой женщиной-офицером в России. Итак, вот, в связи с чем именно сегодня мы ее решили вспомнить, вот буквально на днях, ну как на днях, 29 сентября 1806 года, 206 лет назад, Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку. Значит, кто такая Надежда? Надежда Андреевна Дурова родилась в 1783 году, прожила довольно-таки длинную жизнь до 1866 года. Первая в России женщина-офицер, ординариц Кутузова, писательница, автор мемуарных записок, кавалерий с девицей, приключенческих романов и повестей. 29 сентября 1806 года, Надежда Дурова, дочь Сарапольского городничего, обрезав косы и отбросив женские одежды, выдав себя за мужчину и, называвшись именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку. Послужив в казаках, она завербовалась юнкером в Воланский полк, участвовала в войнах с Францией в 1806 году, и в 1812 по 14 годы дядь лечилась храбростью, мужеством в сражениях. За ратные подвиги получила Георгиевский крест и была произведена в корнеты. В начале 1808 года кавалерист девицу достоился аудиенции императора Александра I. Госуэр, узнав, что она женщина, был поражен самоотверженным желанием барышни служить Родине на военном поприще. Он внял ее просьбам, разрешив остаться в армии в чине корнета гусарского полка и продолжить службу, правда же, под именем Александра Андреевича Александрова, производным от его собственного, как бы в свою честь ее переименовал чуть. Только в 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда вышла, значит, в отставку с чином штаб-ротмистра и пансионом. Ходила постоянно в мужском костюме и сердилась, когда к ней обращались, как к женщине. Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки Азаровой, героиня пьесы Александра Голодкова давным-давно. И фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Вот такая вот. Ей установлен памятник в городе Илабуга. Это вот совсем буквально рядом, поскольку она вот часть жизни там прожила. Ну что ж. Чего обещал, я рассказал. Поскольку она была еще и писательницей, вот вспомнил, она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным, то есть была лично знакома. Дружить, может быть, и не сильно получилось, но вот... Как бы познакомиться успели? Ну и время есть. Хотелось бы немножко анекдот рассказать про... Ну, естественно, про поручика Ржевского парковожища. Самая гусарская тема. У Ржевского спросили поручика, а почему вы играете на деньги? Ну, играть на деньги можно в трех случаях. Первое. Если есть способности и деньги. Второе. Если нет денег, но есть способности. И третье. Если нет способностей, но есть деньги. Поручик Ржевский в театре смотрит Отелло. Отелло нудно выпытывает у Дездемона, где платок, который он ей подарил. Ржевскому-то надоедает. Он кричит из зала. Господа, дайте же вы ему, наконец, платок. Или утрись рукавом, сморкач. И не мешай действию. Ржевский, значит, хвастает перед офицерами. Вчера был у графини. И неожиданно пришел ей муж. Ну и что же, что же вы сделали? Защитил честь офицерского мундира. Это как? Перебил моль всю. Вот в еюном шкафу всю моль перебил. Поручика попросили сыграть Чацкого, значит. Последняя сцена. Поручик выкрикает. Полковник просыпается среди ночи и видит в своей постели субъекта. Занимающийся любовью с поручиком Ржевским. Поручик, восклицает полковник. Что это такое? Это сон. Сон. Боже мой. Вновь засыпая, вздыхает полковник. Третью неделю подряд все один и тот же сон. Молодой корнет спрашивает, значит, поручика Ржевского. Поручик, это правда, что вы в молодости собирались стать членом суда? Ах, молодость, молодость. Членом суда. Членом суда. Пьяный поручик Ржевский, значит, пытается сесть на коня, но все вот как-то безрезультатно. Тогда он зовет на помощь всех святых, которых помнит по очереди. Святой Петр, помоги. Святой Михаил, помоги. Святой Георгий, помоги. На каждый день я сон делаю последние усилия и не рассчитав перелетать через коня. Эх, блин, тише, пожалуйста. Ну, господа святые, тише. Ну, не все же сразу помогают. Поручик, вы пошляк. Нет, ну что вы, я эротический шутник. Наташа Ростова, значит, романтично спрашивает. Поручик, вы помните свою первую учительницу? Первой у меня была медсестра. Рожевский, значит, приказал разбудить себя в 6 часов утра. Причем пришлось очень поздно лечь. И вот в 5 с половиной часов денщик трогает поручика за плечо и заботливо говорит ему. Ваше благородие, спите быстрее. Вам осталось спать-то всего полчаса. Значит, загадывают загадку, значит. Поручик, а скажите-ка, а почему чаще всего яйца бьются? Ну, а б седло? Да нет же, а б сковородку. Сковородой по яйцам? Забавно-с. Ну что ж, закончим на этой ноте.